Добрый день РБК региональные новости. Мы вещаем за телекраунд плаца УФА. С вами Маргарита Гафарова. Башкортостан вошел в десятку регионов с наибольшим ростом экономики. Такие данные опубликованы в прогнозе социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы Минэкономразвития России. Так ожидается, что в этом году более половины суммарного объема валового регионального продукта сформирует 12 субъектов. Города Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский и Краснодарский края, Башкортостан и Татарстан. К 2024 году их доля увеличится до 68,5%. Ввиду снижения добычи башнефти в пандемический кризис, мы и столкнулись рядом и в том числе бюджетных проблем в республике. Сейчас же мы надеемся на восстановление, и эта отрасль будет одним из драйверов такого повышенных темпов экономического роста от среднероссийского в республике. И второе, действительно, традиционно сильные обрабатывающие отрасли, отрасли промышленности в республике. Согласно прогнозу, среднегодовые темпы роста ВРП Башкортостана в следующие три года составят почти 4%. Такой же показатель у Дагестана. Для сравнения, в Татарстане в 2022 году прогнозируется рост ВРП на 3,5%. Напомню, власти Башкортостана планируют увеличить объем валового регионального продукта к 2024 году до 2,5 трлн рублей, а объем привлеченных инвестиций до 650 млрд рублей в год. Более 700 млн рублей получат три башкирских вуза в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Об этом сообщили РБК УФА в пресс-службе федерального Минобра. Эти суммы они выиграли после защиты своих проектов по специальной части гранта, по треку «Территориальное и или отраслевое лидерство». Ранее три вуза республики БГМУ, БГУ и УГНТУ уже выиграли базовые гранты по 100 млн рублей. Теперь они получат дополнительное финансирование. Башкирский государственный медицинский университет – 426 млн рублей, Башкирский государственный и Уфимский государственный нефтяной технические университеты – по 142 млн. В нефтяном университете сообщили, что программа развития вуза рассчитана на 10 лет, и каждый год УГНТУ будет отчитываться за расходование полученных средств и защищать новые годовые заявки. Мы сосредоточимся на том, чтобы сделать акцент в первые годы своей работы на завершение перехода в области внедрения цифровых технологий и сервисов в систему управления, в первую очередь, университета. Второе ключевое направление финансирования, конечно, это развитие материально-технической базы и приглашение ученых. Средства специальной части гранта будут доведены вузом в течение недели. Всего получателями грантов федеральной программы «Приоритет-2030» стали 46 вузов из 22 регионов страны. Общее финансирование до конца 2022 года составит более 47 млрд рублей. Башкортостан в 2022 году может получить из федерального бюджета грант на сумму 5 миллионов рублей на развитие агротуризма. Об этом стало известно на заседании Комитета госсобрания Республики по аграрным вопросам экологии и природопользованию. Далее, до 2024 года федеральный центр планирует увеличить финансовую поддержку региональных проектов развития сельского туризма до 25 миллионов рублей в год. Получить льготу в размере от 10 до 25% смогут предприниматели с агропроектами стоимостью до 10 миллионов рублей. Данное направление на сегодняшний день в некоторых регионах развито и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации увидело потенциал развития данного направления. По Республике Башкортостан нами направлено на конкурсное оформление документов, на конкурс, то есть более 5 проектов. И надеемся, что мы выиграем для Республики достаточные финансовые средства. По данным Республиканского Минсельхоза, в регионе уже есть примеры развития агротуризма, например, страусиная ферма в Гафурийском районе. Кроме того, в ведомство поступили заявки проектов о создании на территории существующих пчеловодческих хозяйств так называемых эпидомиков для лечения пчелами. И в продолжение темы. В Башкортостане необходимо увеличить финансирование дирекции по особо охраняемым природным территориям в 4 раза до 219 миллионов рублей. Об этом заявил министр экологии и природопользования Республики Урал Искандаров. Всего в регионе насчитывается 215 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь составляет 985 тысяч гектаров. Это почти 7% от всей территории Республики. Для сохранения природных парков необходимо решить наболевшие вопросы. Обновить спецтранспорт, закупить инвентарь для тушения пожаров, а также повысить заработную плату инспекторам. Цифры, которые из года в год несерьезно меняются, там 39 миллионов, 49 миллионов. Но в масштабах того, что нам надо охранять 215 особо охраняемых природных территорий, это, конечно, цифры ничтожно малые. Просто можно сказать ни о чем. Потому что на сегодняшний день мы так привыкли гордиться тем, что наша зеленая Башкирия, у нас такие уникальные объекты. Но ведь у них нет сегодня хозяина. Мы знаем, где разрушаются эти уникальные объекты. В Минэкологии Республики отметили, что сборы за посещение природных парков в этом году составили 24 миллиона рублей. Эти средства планировалось направить на дальнейшее развитие, обновление техники и благоустройство территорий. Однако их хватило только на закрытие базовых потребностей, на выплату зарплат, вывоз мусора и приобретение запчастей. Лишь 4,5 миллиона рублей были направлены на разработку проектов освоения лесов, лабораторные исследования воды и логистические расходы на доставку кормов для диких животных. Сегодня на профильном комитете депутаты госсобрания поддержали предложение Министерства семьи, труда и соцзащиты населения об увеличении суммы денежных средств, выделяемых на ремонт жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей, предлагается увеличить ее до 150 тысяч. Представитель Минтруда объяснила это возросшими ценами на строительные материалы. Мы проанализировали, согласно данным статистики, рост цен средних потребительских, цен тарифов на товароуслуги именно по видам часто используемых материалов и в отдельных рост составил почти 400%. Именно потому, что стоимость ремонта жилья сейчас очень низкая, администрации не активно осваивают эти средства. По данным Минтруда, год назад было отремонтировано 65 жилых помещений детей-сирот, а в этом году по состоянию на 1 октября 34. В сумму ремонта также входит стоимость проектно-сметной документации. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...